Друзья, в этом фильме мы хотели бы вам показать хронологию событий двух недель войны, которую мы видели из окна нашего дома. Что мы чувствовали, за что переживали и на что надеялись? Все, что вы видите в этом фильме, снято с окна нашего дома. Это еще одно доказательство ужасных преступлений российской телеразии перед мирным населением Украины. Давайте познакомимся поближе. Мы семья Мироненко. Я Валера. Я родом из Черкасс. Я Катя. Я из Харькова. Мы встретились, полюбили друг друга и решили жить в Киеве. Начав наши жизни с общего листа, мы нашли свой оазис в Киевской области, в Бучанском районе, в селе Горенко. Здесь мы радовались нашим успехам, плакали от неудач, снимали видео для нашего канала, встречали дни рождения, сыграли нашу свадьбу. Мы ходили на работу, топили дом дровами, отдыхали и радовались жизни. Мы были простой, любящей семьей. Пока 24 февраля 2022 года в 5 утра не пришли они. До стороны Киева. До стороны Киева. В сторону запада. Со стороны Киева пролетела в сторону... Слышишь звук пока? Слышу звук. Где-то вот сзади дома. С севера это с Белоруссией на нас летело. Акраина Киева. Да это я видео комментирую. Акраина Киева. Влетает военная техника. Только что пролетело два истребителя. А сейчас слышим звук вертолетов. Ого, там оно вертолетов куча. В Гастомеле, кроме Гастомеля летает. И боги какие-то идут. Блин, не видно. Как приблизить? Вон, смотри, сверкает. Смотри, вертолеты на ловушки пускают. Ни хера себе. Фигася. Тупо вертолеты летают и ловушки пускают. Ого. Тебе видно, нет? Я видела зарево урти. А больше я не вижу. Ну ладно. Что-то происходит? Растомили, ребята. Гастомель, Буча. Все под обстрелом. Идет обстрел Гастомеля. Видим, там вертолеты летают. Реактивные самолеты туда полетели. Истребители, скорее всего. Видим. То, что без сна. Увидим клубы черного дыма. Любимая, ты видишь дым? Да, я вижу дыма много. Капец. Капец. Да, и вертолеты продолжают летать. Много. И где они? Там, они округляют. Я не могу понять, чьи это вертолеты. Сейчас попробую приблизить. Так как ты можешь понять, если они далеко? Я не могу понять, что это вертолеты. Субтитры делал DimaTorzok Началась война. Киевская область. Видно аэропорт Гастомель, город Гастомель, Буча. Слышим вертолеты с севера Белоруссии. Они там уже набомбили и вот обратно летят. Идет массированная атака. Мы слышим... Очень много вертолетов. Очень много. Смотрите, аж три штуки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Надвучая куча вертолетов. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Куча-куча вертолетов. Смотрите, их сколько. Их вообще я уже сбился со счета. И тупо... Валера, где? Да ну, смотри, над городом я больше 13 штук насчитал. Отойди. Отошел. Вот смотри, вот там, где горит, над домами. Ты видишь дома вот эти много? О, нифига себе! Посмотри, их там сколько. Я камерой приблизил, пока они вот сюда летели. Офигеть. Я свыше 13 штук насчитал, и они там над городом кружатся. Обалдеть. Вон, я даже вижу. Капец. О, нифига себе! Снаряды полетели. Это грады или что это? Так, их сразу штук сорок. Вон, смотри, тоже зарево. Глянь, глянь. Да, 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 я камерой поймал. Офига себе! Это капец. Ну не, они где-то дальше летят. А что у нас дальше? А не, он полетел и разворачивается. Что-то они сконцентрировались именно на вот этой части. Потому что международный аэропорт Гастумеля. Вот почему. Истребитель. Истребитель. Истребитель над Боча и Гастумеля. Так, унородный аэропорт Гастумеля. Истребительного и 29 декор ears. Один – иorigин. Продолжение следует... 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 вот я слышу или техника или вертолеты обратно летят в общем тут постоянно очень опасно поэтому пошлите вам покажу что не это скорее всего вертолеты где-то меня сегодня целый день это слышу блин часто по щеку пойдет так ребята дальше значит смотрите пошлите вам все покажу значит смотрите мы в общем полностью с этих комнат все эвакуировали все наши вещи также тут для нас малой мы тоже полностью все убрали все эвакуировали вот второй этаж если вам видно надо будет сеть за одну потом мы полностью забаррикадировали потому что чтоб и тепло сюда не выходило мы топим там на первом этаже и вообще вдруг вдруг тут попадет снаряд ну второй этаж разрушится но хотя бы в первом этаже есть возможность остаться живы сейчас пойдемте я вам покажу вот уже нагрелось теплее сейчас так вот мы все вещи наши сюда снесли вот у нас сева так у нас сева вот он сидит тут пишет пишет уроки мы учимся получается вот все вещи мы которые мы снесли сейчас на первом этаже но я думаю мы их со временем переместим вот в подвал у нас есть подвал дальше с еды то что мы сегодня успели купить там сахар макароны такое в принципе запаса у нас уже не очень много воды нет слава богу есть газ холодильник не работает уже четвертые сутки в принципе морозилки тоже ну уже ничего нет то что было он там между тем надо вот это все сделать потому что эти холодильник уже разморозился так что это все надо будет убрать дальше насчет воды водой мы запаслись то что было вот тут у нас чуть-чуть воды есть есть бочка 50 литровая и если что мы более раз можем слить воду мы уже на на пятый день не моемся надо я даже не знаю как это все сделать надо будет как-то помыться вот что у нас подвале мы уже подготовили полностью убежище вдруг начнется какая-то бомбардировка ой ссори так у нас тут тоже мы подготовили полностью воду есть вода тут мы спрятали все наши вещи и если что вот тут мы расположим наши матрасы и переберемся тогда уже в подвал если и ситуация усугубится вот такой вот маленький подвал но я думаю нам тут будет хоть как-то но не знаю попытаемся выжить вот вот таких вот условиях ребята так что это все очень серьезно и все кто нас смотрит все кто подписан на наш канал украинцы друзей из других стран всех кто смотрит это очень серьезно это действительно война и ребята я уверен что мы мы победим я очень восхищаюсь я дуже захоплюсь нашим народом нашими звичайными людьми нашими хлопцами нашою национальной гвардии нашими ВСУ яки достойно отримают оборону яки за покликом души и и идуть и и защищают нашу землю мы дейсно вольный народ мы дейсно вольно тут живем мы можем вольно висловлювати свою думку вольно спилкуватися не боятися своєї влади так як цього бояться в інших сусідних краянах і за цю свободу ми будем боротися до кінця и те что зараз та сторона не очікувала такого супротиву вони мабуть думали що їх буду встречать с хлебом и селлю але на жаль их встречают с автоматами с коктейлями молотова и с ненавистью любви схамениться я звертаюсь до тех кто зараз находится по ту сторону мы завжди которые относились до славянских народов завжди дружно дійсно как бы сказать по-братски але на жаль та сторона от так до нас относится это неправильно так что гуртуемось допомагаемо кто чем може из украина переможе и народ украины переможе тому слава украине и все у нас будет добре за нами перемога за нами правда я верю в украину будьте все здоровы слава украине ну смотри прилетела смотри взрыв он он еще обстрел смотри тупо обстреливают нас это уже к нам прилетела вот это уже херня любимая вот это уже жопа вот это уже херня вот это уже строж так знаешь шо это херня обстрел по нам обстреливают горинку обычные дома слухай Раз, два, три, четыре, пять, шесть, три с половиной километра. С трех с половиной километров стреляем. Десять, шесть километров. С разных позиций получается стреляют. Три с половиной километра, а то шесть километров. Ребятки, вы уже не вернулись. Вы меня родные любимцы, поэтому продолжайте. Десять, шесть километров. Зд spectacular. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Ведь техника не всегда была под руками, и часто нам приходилось спасать свою жизнь, потому что очень часто мы прятались в подвале, сидели в подвале по несколько часов. Поэтому было недостемок, особенно когда очень близко были обстрелы. И к тому же у нас на второй день пропала вода, свет, и заряжать технику с каждым днем становилось все сложнее, ресурсов становилось меньше. Поэтому нам приходилось ходить в соседние дома, проулки и заряжать через генераторы и свои телефоны. К сожалению, нам не пришлось, не получилось отснять материал, как мы ходили, как мы снимали, потому что мы... Очень тяжело это делать, когда у тебя было вылететь от снаряда. Да, мы втроем ходили под этими снарядами, бегали, заряжали, было недостемок, потому что мы переживали за свою жизнь, не зная, куда сейчас прилететь этот снаряд. Почему бегали втроем? Потому что было опасно где-то кого-то оставлять, то есть кого-то дома, либо кого-то отправлять, потому что, ну, блин, уже если вместе, то вместе. Вот, поэтому вот так, вот так все и получилось. Так что все, что вы видели, это не просто последствия того, что причинила Российская Федерация на территории Украины. Мы снимали именно действия, которые они делали в отношении обычных граждан. Мы, конечно, надеемся на помощь мирового сообщества, верим в нашу ВСУ, верим в народ Украины. Не мы начали войну, но мы ее закончим. Слава Украине! Героям слава! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова